Люди не привыкли, что кто-то из Гагаузии будет освещать новости из Гагаузии не так, как нужно это гагаузским властям, а так, как обстоит обстановка. Люди почему-то удивляются, когда я говорю, что я иссела. То есть у городских ребят очень много стереотипов о сельских. Если я иссела, то я буду там с клетчатой сумкой. Когда я начинал, многие думали, что я полностью копирую Дудя. Дудя не был человеком, который придумал формат интервью, он просто был первым русскоговорящим. Народ до сих пор не понимает, так что случилось? Мы с Россией, мы с Европой, куда нам двигаться? А, проевропейский, туда-сюда. Я ни одного дня в своей жизни не учился на журналиста. А, нет, я знаю, чем бы я занимался, я бы был актером. Всегда оставаться человеком, которым родители будут гордиться. Привет, Михаил, спасибо большое за то, что пригласил меня. Наконец-то я. Доехал и до Кагула. Спасибо большое. Михаил, я живу в Грузию. У меня очень много не было, что вы делаете, что вы делаете? Да. В общем, для тех, кто меня не знает, если коротко, я главным. Я действительно журналист, журналист новостного портала Тук МД, также автор и ведущий авторской моей программы «Пейков», которая выходит на Тук МД. Также я являюсь контрибьютором новостей из Гагаузи, из Староклийского района, иногда из Кагула в программе «Интернет угроежьте», промоутер, один из десяти промоутеров медиаобразования в Молдове, и с недавних пор сопрезидент консультативного комитета молодежи при организации объединенных наций в Молдове. В каком кабинете «Кагула» сентября референция между «Медли» и «Тароклий» и «Интернет угроежьте»? Если мы говорим о урбанистике, в принципе, ритме в городе и самой обстановке в городе, то нет. В принципе, «Кагул», «Камрад», «Тароклия», и мне кажется, это все, вся жизнь одинаковая, но если себе интересно, чем отличаются люди, то есть местные жители, я не смогу тебе ответить, потому что из «Кагула» у меня только знакомых ты, еще несколько человек, и, в принципе, я тебе сказал, когда мы ехали сюда, то, что я, наверное, полноценно в «Кагуле» второй раз только. Раньше я приезжал только транзитом, когда мне нужно было на таможню, а так нет. Какие журналисты в «Кагаузе»? Смотря, что именно ты имеешь в виду. Да, если ты имеешь в виду работу на «ТУК МД» или работу на «Интернет угроежьте»? Работу на «Интернет угроежьте» очень тяжело. Тяжело просто потому, что люди не привыкли, что кто-то из «Кагаузи» будет освещать новости из «Кагаузи» не так, как нужно это гагаузским властям, а так, как обстоит обстановка. Когда я начинал, это было осенью прошлого года, то есть местные жители не понимали, что происходит. То есть до этого, возможно, был только Серкили Михаил, который освещал новости не так, как остальные журналисты. И тут появился какой-то молодой человек, который на огромную аудиторию говорит о «Гагаузе» и то, что не привыкли говорить. Но в то же время я и освещаю какие-то позитивные новости. Мы стараемся рассказывать о «Гагаузи» то, чего, например, жители Молдовы, жители диаспоры не знали о «Гагаузи», о традициях, о культуре. Работа на «ТУКМД» — это уже немного по-другому, потому что ты работаешь с такими же людьми, как ты сам и, в принципе, с людьми, которых ты знаешь. Я говорю о местных жителях. Но все равно тяжело, потому что люди не понимают, сколько труда туда вложено, и мы время от времени съедаем порцию хейта или буллинга, кибербуллинга, потому что просто существует власть и существуют СМИ. И это нормально, когда СМИ критикуют власть. Местные жители это не понимают, поэтому им кажется, что мы проплаченные журналисты, и они не понимают, что значит быть независимым журналистом. То есть если нас сейчас посмотрят, пожалуйста, будьте немного добрее к журналистам. — Получаешь ли вам новый проект «ТУКМД»? Че есть? Что кумаешь на самом деле? — «ТУКМД» — это, получается, новостной портал, который существует с 2019 года. Мои коллеги и друзья его основали, создали, вырастили как ребенка. Я попал туда в 2020 году, в период пандемии. Мне написала как раз-таки директор и журналист на новостного портала «ТУКМД» Ангелина Гайдаржи, написала, что так-то так-то, «Академия Deutsche Welle» предложили им сотрудничество, им нужны молодые люди. У нас первоначально было трое молодых человек, остался я. И вот уже второй год, больше двух лет, нет, да, второй год мы вместе сотрудничаем. Сначала мы создавали проект «Пейков», потом у нас появились другие проекты, над которыми мы сейчас работаем. Ну, собственно, вот. Нас не так много, всего лишь четыре человека. Сейчас, опять же, как я уже сказал, из-за того, что у меня немного другие в жизни появились проекты, такие как «Работа с ООН» и так далее, я немного все-таки выйду оттуда, то есть из «ТУКМД». Я останусь там, образно говоря, но только на один проект, на мой проект «Пейков» и на ток-шоу, который выйдет осенью, но это пока что мы не освещаем, потому что это такой большой сюрприз. Но ребята, мы с ребятами остаемся в хороших отношениях, это не значит, что там что-то происходит. «ТУКМД» – это классно. Подписывайтесь на «ТУКМД». Какая крутая идея шоу «Пейков»? Что сейчас вместо этого? Да. Это был март 2020 года. То есть мы уже знали, я уже знал, что я по-любому буду сотрудничать с ребятами, в принципе, сотрудничать в рамках этого проекта, который нам предложили Deutsche Welle Академии. Но я не знал, что делать. То есть мне сказали, ты можешь делать абсолютно все, что ты хочешь. Это может быть текст, это может быть видео, это может быть подкаст, это да все, что угодно. Записывай песни, танцуй, то есть заводи тикток. Мне это не было интересно первоначально, я долго думал. Мы встретились с моими коллегами. Я помню, что я сказал им, что я хочу делать то, что в принципе никто не делает здесь на юге. Я хочу делать интервью. Кроме тебя. Я имею в виду в Агагаузе. Окей, я хочу делать интервью. Я хочу делать качественное интервью. Я хочу делать интервью, которое доносит какой-то месседж. Я хочу делать то, что реально будет полезно и интересно. И то, что главное, никто до сих пор не делал. Мне хотелось создать что-то новое и интересное в нашем регионе. Мы долго обсуждали, как, что, потому что многие думали, что у нас там огромный бюджет, поэтому мы это создаем. Бюджет был очень-очень маленький. Мы это делали, образно говоря, на волонтерской основе с огромным желанием и интересом. И, в принципе, мы пришли к тому, к чему мы пришли. Когда я начинал, многие думали, что я полностью копирую Дудя. На самом деле я не буду скрывать. Каждого, насколько я знаю, интервьюера, копируешь Дудя. Я еще раз повторюсь, Дудя не был человеком, который придумал формат интервью. Он просто был первым русскоговорящим интервьюером. Нет, на самом деле я не скрываю того, что я вдохновлялся. Я вдохновлялся Юрием, я вдохновлялся Шихман, Собчак, Пивоваров. Это мои любимые интервьюеры. Я не скрываю того, что, чтобы вдохновляться, я смотрю их интервью и, возможно, где-то что-то беру. Это нормально, это, в принципе, окей. Сегодня, 12 июля, на дата филмарии, существуют парламентарные парламентарии. Как вы понимаете о Гагаузии? Ну, смотри, я об этом говорю очень часто в интернету греешься. Повторюсь еще раз. Да, Гагаузия еще не готова принимать какие-то проевропейские, я говорю о взрослом населении, проевропейские партии, не готова к тому, чтобы мы входили в состав Европейского Союза. То есть это будет не скоро, как мне кажется. Не скоро люди примут это. Молодежь принимает, молодежь уже понимает, что куда. У взрослого населения до сих пор осталась эта ностальгия по Советскому Союзу. Плюс тут приходят партии, которые Россия с нами, мы победим. Все понимают, о ком я. Пропаганда, манипуляция, фейк-ньюс, все давит на людей, люди не понимают этого. Мы стараемся, мы стараемся, мы работаем над этим, чтобы люди понимали, что нужно развивать критическое мышление и в принципе не доверять, если человек один раз не оправдал твоих надежд. Молодежь, слава Богу, в последнее время становится более активной. Плюс еще сейчас непонятка происходит из-за того, что Юлина Влах, когда она баллотировалась, она говорила, что мы должны быть с Россией. Сейчас она топит за Европейский Союз, в принципе изучает румынский язык, говорит, что Европейский Союз и Румыния это наши ближайшие партнеры, что-то в этом духе. И в принципе народ до сих пор не понимает, что случилось, мы с Россией, мы с Европой, куда нам двигаться. Это очень сложные, это политические игры, и я очень надеюсь, что придет время, когда народ начнет фильтровать информацию, которую они потребляют из медиа. Причем на форс-комет, как президент комитета реконсультатива Тинейдлорда рекомендует ООН. Че презентация с этой функцией, че фальш-туш, че с чем сомневает на течение? Сопрезидент, так скажем, почему нас двое? Это было сделано для того, чтобы мы соблюдали гендерное равенство. Есть я и есть прекрасная Санда Ирхан из Кишинева. Мы так с ней договорились, что я буду отвечать за внешние связи комитета, а она за внутренние связи комитета. В принципе, это организация, это поиск каких-то партнеров, евенементов, это полный контроль того, что происходит, и что мы говорим, что мы делаем. В принципе, создан комитет для того, чтобы мы привлекали молодежь в деятельность ООН, всех агентств при ООН в Молдове, для того, чтобы мы продвигали какие-то ценности, которые поддерживает United Nations, для того, чтобы мы внедряли проекты. И, в принципе, должность президента, она, наверное, не такая важная, как просто вот это вот участие в проекте, то есть как ты член комитета, потому что ребята достаточно активны, ребята делают очень много вещей. Моя задача и задача Санды их направлять и следить за тем, чтобы все было окей. Для меня что это значит? Для меня это, ну, небольшая, но победа. Хотя, возможно, большая, потому что, во-первых, я очень молод для такой должности, во-вторых, я первый представитель нацменьшинств на этой должности, в-третьих, так как я изучаю международные отношения, и тут, бац, такая возможность, это реально круто, и я горжусь тем, что я смог пройти несколько этапов, сложных этапов. Было очень много серьезных конкурентов, которые, я очень рад в том, что они сейчас, мои коллеги, они входят в состав комитета, и мы с ними будем работать, будем делать очень много проектов. И, также, для меня это важно, потому что я, можно сказать, что к этому стремился. Как у вас, подчеркнули намеренные функции? В последний день, в день дедлайна, я случайно увидел то, что открыт конкурс. Я отправил свое CV, отправил мотивационное письмо и отправил рекомендационное письмо. Вообще не надеялся, что я пройду. Я помню, я отдыхал где-то с друзьями, это, по-моему, было в Адл и Воды. Мне на почту пришел ответ, я безумно был рад. Но мне назначили день для интервью. Я забыл. Я помню, я сидел куда-то ехал, мне позвонил Игорь Чуря, сказал, типа, Михаил, у вас в 3 часа интервью вы будете, а уже 3.05. Я сказал, типа, ой, я забыл. Типа, нет, я не смогу подключиться. Они пошли на уступок, они сказали, окей, завтра подключайтесь в 3 часа. Я подключился, то есть этапы проходили по 3-4 человека. Я попал с достаточно сильными. И в один прекрасный вечер, опять же, я был в Адл и Воды, и я получил ответ, что вы стали членом консультативного комитета. И, собственно, на следующем этапе уже выбирались президенты, секретари и все в этом роде. У нас было 5 человек выдвинутых в президенты. Пришли мы с Андой набрав наиболее количество голосов. Ты ищи, как вы работаете за несколько месяцев? В этом году? Да, больше всего до двух лет. Как вы можете сделать эту экспертизу для тебя? Вы делаете это волнуто? Или вы получите рекомпиенство? Я получил очень много волонтеров. Я сказал, что с меня хватит волонтерства. Я предоставляю свои услуги, я даю свои силы, энергию, свои эмоциональные чувства. У меня есть определенная ставка, зарплата, которую я получаю за то, что я работаю в самой популярной программе «Среди диаспоры». Первые 2-3 программы я чувствовал огромное волнение. Никто не видел, но за кадром это так выглядело. Я трясся весь, переживал. Потом с каждым разговором с Натой или Андреем я понимал, что чувствую себя расслабленным, все круто. Я очень много ошибался, особенно цифры я путал. Все было всегда отлично. Просто мне Натой или Андрей говорили, давай вместе учиться. Они давали какие-то подсказки, как журналисты с большим стажем. Сейчас для меня это обычное дело. Мы создаем новости, обсуждаем их с Натой. Я их освещаю. Все спокойно проходит. И очень приятно, потому что пишут очень-очень много комментариев люди из Италии, из Америки, из Германии. То есть со всего мира наша диаспора пишет, поддерживает. Стараются на русском, на румынском, вообще не важно. Я завел очень много знакомств. На самом деле я подумываю так отправиться даже в какой-то тур, потому что меня позвали в очень много городов, стран, очень много знакомств, очень много интересных личностей, молодежи, которые занимаются крутыми вещами и хотели бы заниматься здесь, в Молдове. Но у них нету, у Молдовы нету ресурсов, которые они могли бы использовать, к сожалению. Это круто. Интернет Угрешти – это круто, это большой экспириенс, это классный экспириенс. И, в принципе, это часть моей жизни, часть того, что я прохожу сейчас и то, что навсегда останется во мне, и изменило меня в некотором плане. Наверное, то, чему еще меня научили Ната или Андрея, это то, что я всегда должен отстаивать то, что я хочу, и делать то, что я хочу. То есть даже если это кому-то не нравится, я хочу рассказывать о том, что мне интересно, и то есть они дают мне эту возможность. Я освещаю то, что мне интересно на огромную публику, и из-за этого я получаю неплохой рейтинг на этой передаче, хотя я разговариваю времена, большая часть я разговариваю на русском. Но то, что люди, румыноговорящие, которые плохо понимают русский, смотрят это, им интересно то, что происходит в Гагаузии, это значит, что просто им важна Гагаузия как часть Молдовы. Я не понимаю то, что Гагаузия это Молдова, давайте дружить, давайте общаться и налаживать наши связи. Что касается Гагаузии, а я бы то рассказал, что другого интереса, приятного, моего семья, есть ли у них визу проевропейский мир. Ну, слушай, нет, с семьей нет, потому что моя семья – это люди, которые всегда меня поддерживают, что бы я ни делал, даже если это иногда какие-то такие безбашенные вещи. Они просто знают, что я человек, который, если себе нас думал, что-то меня не переубедить. Это очень редко случается. Нет, мы обсуждаем и говорим дома на кухне о политике, это очень круто. Ну, возможно, у нас разные взгляды на это, но мы прислушиваемся друг к другу, стараемся друг к другу объяснить что-то. Нет, среди друзей, да, у меня, ну, я уже не общаюсь с этими людьми, слава богу. То есть люди, которые не понимают, что происходит, которые подвержены пропаганде, вот этот юмор в плане типа «А, проевропейский, туда-сюда, соросенок, грантоед», что-то в этом плане. Но есть и друзья, которые, допустим, были одних взглядов, пообщавшись со мной, они начали понимать, что куда я вообще стараюсь распространять вот это критическое мышление, и чтобы люди, ну, я не стараюсь их убеждать, голосуй за этого или голосуй за этого. Я даю им просто почву, которую они изучают и делают сами выводы. Но были, среди знакомых или друзей какой-то такой сарказм, буллинг был, да. А эмоциональность при буллинге в вашей карьере, а вы все же не мои детали, пожалуйста? Ну, это такая не из приятных тем. Я о ней не вспоминаю, но я общаюсь на эту тему с молодыми ребятами, такими же, как я, которые только начинают что-то. Не обязательно журнализм. Понимаешь, в маленьком городе, не в большом регионе, потому что Терклия, Чедерлунга – это относительно небольшие города, вообще небольшие города, где все тебя друг друга знают. И когда ты начинаешь что-то создавать новое, какой-то активизм, в моем случае это были интервью, люди не понимают, что это, молодые люди не понимают, что это, как меня только не называли, и блогер, и матерными словами, еще что-то. Доходило до того, что мне было тяжело, например, выходить в город или куда-то, потому что оборачивались люди, смотрели на меня, дебо шептались. И это действительно давило мне на психику, потому что многие из моих друзей, как оказалось, тоже были из тех людей, которые говорили об этом, поэтому мы, наверное, не общаемся, и слава богу. Были люди там, молодые люди по 24-25 лет им было, которые просто сидели ровно, до сих пор сидят ровно на пятой точке, так скажем, ничего не делают, но в то же время любители пообсуждать кого-то, кто чем-то что-то занимается, мне было очень сложно, очень сложно. Было со мной рядом только несколько человек, которые до сих пор остаются со мной, которые поддерживали меня, включая и моих коллег с 2кмд, которые мне говорили всегда, вот это, наверное, меня и мотивировало больше всего, потерпи сейчас, чтобы посмеяться там потом, или что-то. И это так получилось. То есть, прошел год, и все мне говорят, что за год, реально, в моей жизни очень много всего случилось, появилось, перевернулось. Я познакомился с огромным количеством людей, ну, как я их люблю назвать, элита журналистики. И я познакомился с активными молодыми людьми из различных институтов, из различных программ. И эти люди понимают, что такое активизм, что такое журнализм, что такое интернет угреешьте, что такое проект от Академии Deutsche Welle. И они, наоборот, стараются со мной пообщаться, заводить со мной новые знакомства. И я открыт для этого. Эти взрослые, молодые люди из маленького города, как сидели, на пятой точке так продолжают сидеть. И меня это, я не знаю, то есть я это не понимаю, когда тебе там 23, 24, 25, даже 22, и ты ничем не занят. Потому что я, я не знаю, мне просто кажется, что я постоянно что-то не успеваю, я должен это сделать, достичь этого быстрее, быстрее, быстрее. И потом, когда я общаюсь с кем-то, и мне говорят, стой, остановись, ты в свои годы и так много чего сделал. Мне все равно не хватает этого. И когда я смотрю на них, ну, мне не хочется вообще с ними общаться, потому что я понимаю, что там деградация. Мне вот, ребята, в ту сторону. Мне, с вами нас больше ничего не связывает. Хотя, возможно, вы были моими друзьями когда-то, знакомыми. Мы, возможно, сидели с вами. Я стараюсь все-таки с такими людьми в последнее время особенно не пересекаться. Мне это не нужно. Они там как сидели, бухали в парке, так продолжают это делать. У меня уже на ферме все-таки другие интересы. Крыска и журнализм у тебя в штате любви попала на НГА национал? Ну да. Я, 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 я ребенок Тук МД. В каком, в каком, в каком проекте я не участвовал, если бы не Тук МД, если бы в определенный момент эти ребята не поверили бы в меня, никто бы не знал, кто такой Михай Пейков. Тем более интернет угроешься. Плюс еще я попал на интернет угроешься благодаря журналисту из Чедролуги Наты Чеботарь. Именно она мне написала, она сказала, что вот ребята хотят кого-то из Гагаузии, но она не может. Она не журналист, то есть она больше по текстам, не по видео. Она мне предложила, я согласился. У нас начали переговоры с Натой и Андреем, они делились где-то недели две. Я попробовал, и вот до сих пор я в интернет угроешься. Естественно, если бы не Тук МД, если бы не вот эти мои интервью, над которыми вот эти молодые люди смеялись, никто бы сейчас не знал, кто я. Я бы не завел столько много знакомств. Естественно, у меня бы не было других проектов. Я бы, наверное, не зарабатывал сейчас бы деньги. И сто процентов, ну, можно забыть о должности сопрезидента. А вы друг отрегангл с прежденцаром? Да. Я был уверен, что в 2020 году я уеду. И, в принципе, все, типа, все к этому шло. Я уже, мы продумывали с семьей, как, что, куда, где. Я помню, что это уже, я подал свои документы в университеты, которые я хочу. Это за границей было, это была Европа. Но, опять же, я, наверное, был на работе в офисе ТУКМД, и со мной поговорила Ангелина Гейдражи. Опять же, это, боже, ангел-хранитель мой за последние полтора года. Она мне сказала, что если я сейчас уеду, это мой выбор, но мне будет там тяжелее реализовать себя, потому что там есть свои классные люди. И там есть уже то, что я хочу создать. В Молдове этого нет. И она сказала, что дай себе время, типа, как минимум год, через год ты сможешь уехать. Если за год ничего не получится, уезжай. Сейчас, то есть, мы тебя поддержим, мы тебе поможем, давай. Я поверил, я поверил, типа, взрослому человеку, которому у меня есть доверие, у которой уже есть какой-то авторитет. И, в принципе, вот год прошел, больше года, нет, ровно год прошел. Я не пожалел ни одного раза. Я за год сделал много классных вещей, поучаствовал много где. И, в принципе, спасибо ей за этот совет. Так, ну, ай фати, че, че фати, ай фати, ай фати, ай фати, ай фати, ай фати, ай фати. Я люблю танцевать, но это обычно происходит с друзьями где-то на дне рождения, в просто какой-то клуб. Я не знаю, я редко в последнее время туда хожу, но я стараюсь даже дома, включаю музыку, там, делаю дела, танцую, типа. Я люблю танцевать, но точно не в профессиональном плане. Нет, я не умею играть ни на одном инструменте, петь тем более, хотя я в детстве ходил на вокал. Сидел бы, бухал бы каждый день, это была бы самая большая радость в моей жизни, вот честно признаюсь. И в этом и проблема нашей молдавской молодежи. То, что у них нет занятий, из-за этого у нас такой процент большой. И молодых людей, которые хотят уехать, и молодых людей, которые каждый день, кроме того, чтобы сидеть, выпивать, больше ничем не заняты. Это большая проблема. Нам нужно создавать почву для наших молодых людей, где они могут себя найти. Об этом мы и разговариваем с молодыми людьми из диаспоры. То есть, у кого-то крутые музыкальные данные, он раскрывается в этой теме. У кого-то что-то другое, кто-то тоже занимается журналистикой, кто-то блогерством. И они популярны там. В Молдове им пока что не можно дать этого. Спорт хочешь? Спорт? Я как-то увлекался волейболом. Ну нет, спорт это тоже не мое. Я больше, наверное, человек, работающий со своими мозгами, создающий что-то, но не руками, не ногами. Да, я больше по книжкам, как говорит один мой друг. А, нет, я знаю, чем бы я занимался. Я бы был актером. У меня, да, я очень долгое время реально собирался поступать в театральный. Я хотел стать актером, но не сложилось. Хотя у меня до сих пор есть такая мечта. Возможно, если у меня не получится. Ты раскаиваешь талант на чрезвычайне? Да. Я играл в КВН, получал премии по актерскому мастерству. То есть, для меня вот так вот я могу расплакаться, вот так вот засмеяться. То есть, природный дар, как говорится. Пока что у меня получается, и мне нравится двигаться в том направлении, в котором я двигаюсь. Возможно, если у меня не получится, я пойду в актеры. Какой актеры ты preferил? Их много, на самом деле. Но для меня все-таки мастером актерского мастерства является мастер первоплощений, Johnny Depp. Классика жанра. Он мне очень нравится. Я посмотрел, наверное, все фильмы с ним. Мне нравится, как он может показать эмоции. Это круто. Ну, люди, с которыми я начал общаться, они, наверное, заинтересовали меня этим. Я понял, что это реально интересно. Я начал увлекаться этим. И, в принципе, многие думают, что я получаю образование в сфере журналистики. Нет, я ни одного дня в своей жизни не учился на журналиста. Я ни одного дня не читал какие-то статьи журналистики. Все, что я делал, я смотрел пару видео, и то скучных. Это общение. Общение с моими коллегами из TukMD, которые реально мне дали как в сфере журналистики много информации, так и в других политических темах. Или так, в других, короче, в общем. Неважно, мы общаемся обо всем, и во всех темах я нахожу, и беру от них что-то новое. Они зарядили меня вот этой энергией, то, что журнализм – это классно. И, к моему большому сожалению, в Молдове журналистов не так сильно ценят, как в других странах. То есть, если в других странах журналистика – это престижная профессия, высокоплачиваемая профессия, и к ним относятся с большим уважением. В Молдове это, ну, такое, знаешь, типа… Журналисты сами виноваты, потому что среди нас очень много пропагандистов, да, то есть, НТВ, Приму, да, не смотреться. Какие мои марики с атомы? У них несколько больших. Сейчас, ну, не знаю. Наверное, если не личный, всегда оставаться человеком, которым родители будут гордиться. То есть, все, что бы я ни делал, чтобы они гордились мной, это вот… То есть, не сделать чего-то левого, да, образно говоря. Быть и видеть гордость в глазах своих родителей. Ну, и, в принципе, выполнить то, что я им обещал в детстве. Я обещал выполнить одно их желание. К этому мы идем, к этому я стремлюсь. Не секрет. Окей, я пообещал своему отцу, что в один прекрасный день я ему куплю BMW X5, самой новой модели, но я был мелким еще. Своей маме я пообещал, что мы поедем в Париж. Наверное, это то, что касается не личного. В профессиональном плане? В профессиональном плане? Я, наверное, хочу добиться успеха в дипломатии. То есть, в international relations, вот это вот все. Есть у меня одна мечта. Была у меня одна мечта попасть в ООН. Я не напрямую еще попал в ООН, но я работаю с ООН. И, можно сказать, она осуществилась. Есть одна мечта. То есть, стать хорошим дипломатом, послом, возможно, политиком, возможно. Посмотрим через год-два. Да, короче, он варли критал. Я сожалею о нескольких вещах. Первое — это о том, что я не всегда бываю свободным для своих родителей. И иногда веду себя не так, как надо. И мне безумно стыдно за это. Потому что мои родители не в стране. Иногда из-за работы, из-за каких-то других вещей. Бывает, что мы не созваниваемся, или там я пропускаю звонки. Бывает, что есть очень глупые темы, из-за которых я могу начать психовать или что-то в этом роде. Второе, о чем я сожалею, это то, что я очень-очень много своего времени, своих амбиций убил на людей. Я отдал людям, которые этого недостойны были. Слишком много своих сил. И третья вещь, о которой я сожалею, это о том, что я не вовремя поменял школу и круг общения. Ты, в факт, ездишь в сад и говоришь в сад. Как у меня есть частая экспириенция для фильмов? Бои, тело-два-садка, реагируют для Софии Константы. А правда, как это было? На самом деле, я никогда не стеснялся говорить о том, что я из села. И, в принципе, люди почему-то удивляются, когда я говорю, что я из села. То есть, ну, у городских ребят очень много стереотипов о сельских. То есть, меня, наверное, представляли, если я из села, то я буду там с кличетой сумкой и что-то такое. Нет, жизнь в селе — это очень круто. Но это как минус, это то, что, допустим, я ощутил на себе. То есть, я, наверное, с детства понимал, что я создан для чего-то большего, не для этого села. И у меня были равнодушные отношения с моими одноклассниками, какими-то знакомыми. Не со всеми, точнее. То есть, я дружил, потому что там, ну, мне не было интересно там пойти, залезть на дерево, посидеть на дереве, пойти на забор, залезть, кого-то ударить, что-то сделать, избить. Я всегда там понимал, что мне нужно саморазвитие. Я не знаю, типа, ну, просто с детства я чувствовал, что, типа, развивайся ты сам, развивайся ты сам, потому что, типа, село тебе это не даст. Село — это круто. Я до сих пор люблю вот с Кишинева приезжать, допустим, село там во дворе посидеть. В Кишиневе ты не можешь себе этого позволить. И плюс чувствуется разница. Допустим, в Кишиневе том же или в других городах больших, допустим, да, ты не паришься в селе, ты этого тоже себе позволить не можешь, потому что, если ты споткнешься по этой улице, на следующей улице скажут, что ты пьян или что-то в этом роде. Но село — это классно. И молдовские села, вот, реально это классно, потому что все друг друга знают. В этом можно видеть и плюсы, и минусы. Но мой совет всем сельским — не стесняйтесь, то, что вы села. И есть очень много примеров людей из села, которые достигали больших успехов. Главное — саморазвитие, верить в себя и так далее по списку. У нас в Молдове есть большая проблема — это то, что молодые люди уезжают просто из-за того, что не могут себя найти. Вторая проблема — это из-за того, что молодые люди не занимаются каким-то активизмом, потому что часто они боятся какого-то буллинга, осуждения, что-то в этом роде. И третья проблема — это образование. То есть для меня это три больших проблемы, которые есть среди молодежи. Постарайтесь не уезжать или звать себя в Молдове. В Молдове можно достигнуть успеха, в Молдове можно хорошо жить. Вам будет тяжело. Работайте, просто работайте и верьте в себя. Не слушайте остальных людей. Работайте, идите дальше и саморазвивайте. Читайте больше, изучайте больше, общайтесь с правильными интересными людьми. Завязывайте вот эти гулянки, либо же сокращайте, потому что без них тоже нельзя. Идите вперед. Если у вас есть какая-то мечта, даже если сейчас она выглядит абсурдной, даже если у вас есть абсурдная мечта поработать с ООН, возглавить какой-то комитет в ООН, идите и добивайтесь. Если у вас есть мечта, чтобы вас узнали на национальном уровне, идите и делайте это. Оставляйте людей, оставляйте мнение людей. Идите дальше, верьте в завтрашнее будущее именно в нашей стране. Уехать вы всегда успеете. Остаться в стране стоит как минимум попробовать. Если у вас не получается, уже то, что вы решите. И по поводу образования то же самое. То есть, если вы понимаете, что... А вы не должны понимать, вы должны просто это четко знать, то, что образование в Республике Молдова не находится на том уровне, и вы сами должны с собой заниматься, потому что это очень-очень-очень важно. И не упускайте свой шанс. Если вам предлагают, соглашайтесь на любые проекты. Будут встречаться люди, которые будут вас хейтить или что-то еще. По итогу они будут говорить, что они вас знают, поверьте мне. И как это? Спасибо тебе за приглашение. Мы как раз управились время, которое я сказал, что свободен. Еще раз спасибо. Спасибо Кагу, замечательный город. Я обязательно приеду еще сюда. Спасибо. 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 Спасибо.